Город не спит, он погружается в ночь искусств. В Музее Модерна всероссийская акция проходит под эгидой моды Бель Эпок. Прекрасные эпохи. В программе музыкальные номера на фортепиано, вокал, рассказы об истории самарского костюма. Большинство людей, которые приходят на ночь, они обычно приходят первый раз вообще в музей. То есть они знакомятся таким образом, видят, как у нас здорово, и приходят еще раз. Жемчужина экспозиции, выставка женская мода в стиле модерн. Платье с украшениями ручной работы из личной коллекции историка моды Александра Васильева. Приглушенный свет, музыка, все создает настроение мысленно примерить наряды и поймать то самое настроение Бель Эпок. В других залах к прекрасному можно прикоснуться. Мастер-класс по росписи на ткани. Наталья Лагвиновна здесь частый гость. Подобные мастер-классы посещаю третий раз. Первый раз у меня был мастер-класс по печати акварель плюс пастель. Второй раз мастер-класс был печатная графика. И вот пришла третий раз уже на другой мастер-класс. Это для меня первая работа, но мне нравится. Я тоже решила приобщиться к ночи искусств и занялась росписью по ткани. Весь секрет в том, чтобы правильно смешать цвета. Тогда можно получить много-много разных оттенков. А в художественном музее посетители собирают из осколков разрушенный мир. Таково задание квеста Лабиринт Эпох. Здесь живая музыка, слайд-шоу, мастер-классы, фильмы и лекции каждый час. Искусство обступает со всех сторон, вытесняя повседневную суету. Оказавшись в чужом городе, тут же идешь по музеям, смотришь, за границей тем более. Обязательно. Приехал даже на неделю, успеваешь побывать в нескольких музеях, в любой загранице. А вот в родном городе почему-то остается за бытовыми всякими вещами. Все залы открыты. Выставка наград из музеев Московского Кремля, произведения Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. И, конечно, Пабло Пикассо с его игрой в искушение. В странство и по времени отправляются все. И министр культуры в эту ночь пришел сюда как обычный посетитель. Это на самом деле такой формат, конечно, в первую очередь молодежный, но и не только, который позволяет все-таки приобщиться к миру искусства и, что называется, интерактивно приобщиться, то есть поучаствовать в каких-то процессах в обычные дни. Но, как правило, невозможно. То есть это строгая достаточно обстановка. А вот в эти ночи это возможность погрузиться в процессы. Буквально через дорогу в новом выставочном центре литературного музея немноголюдно, но не менее атмосферно. Здесь открылась выставка про Эд Контра группы художников ЧЖНС. Они с одинаковым восхищением относятся и к холсту, и к обычной стене. Их картины в стиле граффити и стрит-арт нацелены на яркую эмоциональную реакцию, как, впрочем, и все искусство в эту ночь. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События.